здравствуйте среди прочей рухляди есть какое-то количество старых пленочных фотоаппаратов но сейчас они все у меня хранятся в коробках вот я не думаю что в настоящий момент у меня достаточно времени чтобы детально сделать обзор каждого фотоаппарата поэтому мы будем так вот иногда открывать коробку и смотреть просто какие фотоаппараты лежат в этой коробке но нечто похожее на распаковку итак начнем так значит вот первое что мне попадается в руки это аква клак значит ну судя по всему это фотоаппарат широкоплёночный вот потому что значит вот здесь есть окошечко чтобы смотреть количество кадров если мы попробуем его открыть так не получается вот открыли до широкоплёночный аппарат вот бобинка но он крайне простой ручка перемотки судя по формату кадровом 16 на 9 видоискатель спуск ручной или с выдержкой и два положения дистанции 1 3 метра и от трех метров до бесконечности вот такой вот крайне простой фотоаппаратик фирмы аква так мы его убираем а сейчас достаем следующий смотрим что у нас с вами дальше так а дальше еще как раз прям попадаются они очень похожий на предыдущий фотоаппарат эльфорд вой английский то есть если тут было так понимаю аква немецкий то этот английский значит у него спуск уже здесь находится спуск только ручной значит перемотка так сейчас мы его откроем так закрыто открыто так посмотрим да ну вот совсем такой простой тоже широкоплёночный аппарат или тоже по кадру вы видите что он 16 надеюсь еще тоже крайне простой такой фотоаппарат что-то у меня в этой коробке эти такие вот забавные смешные фотоаппараты простенькие так это фотоаппарат перфекта туда же есть какие-то вот такие вот выборы так это вручная или автоматическая выдержка это колесико не знаю что такое вот это явно кнопочка спуска вот но почему-то она не работает вот не работает бухней сейчас мы попробуем открыть его что не есть так просто открыть ручка перемотки там даже что-то внутри есть сделано рай металла то есть это совершенно очевидно это фотоаппарат немецкий но вот как открыть его я пока не нашел ну вот он так совсем просто открывается значит а она тоже широкоплёночный но формат кадра по моему 6 на 6 да вы знаете работает спуск но не очень хорошо заедает диафрагма ну снимать мы не собираемся а вот он как он взводится перемоткой понятно вот такая вот история то есть начало чтобы сработал надо завести и потом он откроется значит спуск только ручной как видите автоматического спуска нет ну что ж значит примерно понятно двигаемся дальше потом я разберусь как его закрывать открывать отложим в сторону дальше следующий аппарат но это уже такой я так это уже нам скорее всего 35 миллиметров совершенно такой уже классический так браун это тоже немецкий фотоаппарат но как видите здесь уже значит есть различные настройки регулировки вот это более современный агрегат взвод спуск взвод спуск так теперь мы значит сейчас попробуем открыть да это 35 миллиметровый фотоаппарат но не думаю что такой прямой достаточно старый фотоаппарат но вполне годится так это тут какие-то различные есть у нас с вами даже счетчики кадров есть так следующая модель у нас опять даже не знаю как прочитать лидов в царь германия я не силен так этот снова у нас 35 миллиметров фотоаппарат на 35 миллиметровую пленку тоже тут уже у нас появились эти дополнительные регулировки значит сейчас поймем еще где у нас какие кнопочки за что отвечают понятно вот так вот он взводится вот так вот с него работает спуск так кровать непонятно для чего кошечка если честно в 35 миллиметровом аппарате она тут нету счетчика кадров значит пленка которая перемещается должна быть так вот скорее все так вот он открывается как-то снимается ну не знаю пока у меня не получается снять заднюю крышку где это самое но значит и не будем возиться оставим его закрытым и не будем делать какой-то более детальный обзор следующий опять карболитовая модель но опять аква клик но уже у нас клик один мы значит вы видели перед этим у нас был клак а это вот у нас клик один судя по внешнему виду это значит снова широкопленочник вот такая же точно технология ручной только спуск вот сейчас мы его откроем откроем если получится его открыть да вот получилось значит формат 6 на 6 кадров видите 6 на 6 широкопленочник такой вот вполне ничего такая тоже карболитовая модель закроем его все закончится история так еще один так тоже не знаю кто это пронитор 125 но может быть кто-то разбирается вот написано тоже какой-то немецкий фотоаппарат но судя по размеру это скорее всего все же значит классические 35-ти пилимене миллиметровый да это 35 миллиметров это аппарат значит перемотка тут тоже какие-то есть настройки вот как бы спуск я не знаю спуск это или что непонятно но даже вот приводите внимание у него есть даже датчик как бы есть экспонометр ну не знаю наверно не рабочий экспонометр не будем сдаваться детали вот такая вот моделька еще одна 35 миллиметров так продолжаем значит продолжаем дальше ринг фото ралли 201 вот тоже такой как как бы сейчас сказали фотоаппарат такой как бы вынится так значит тоже немецкий но у меня большинство аппаратов из германии вот тут обратная перемотка вот такая вот и кнопка спуска вот такая вот интересная машинка и тоже обратите внимание есть экспонометр как бы есть экспонометр вот здесь то есть это уже более такие современные аппараты так продолжаем дальше да еще вот этой же вот фирмы со сложным названием которые я не готов прочитать еще одна такая типа фотоаппарат типа мыльница вот это судя по всему перемотка тут окошечко непонятно зачем так вот это перемотка вот эта кнопка спуска но может быть и обратной перемотки не знаю что это за кнопочка вот нам спуска но почему-то он не функционирует спуска ну неважно важно возможно без пленки он не взводит ничего тоже есть различные регулировки на нем уже так и тоже убираем его до лучших времен дальше еще следующая моделька у нас еще один 35 миллиметровый фотоаппарат это яшика япония вот достаточно тоже простенький даже у него вот все видите как видите работает обратная перемотка здесь есть различные настройки у нас с вами но это фотоаппарата и скорее всего внутри тоже у него нет ничего интересного пока я не придумал как его открыть вот этот винт его крепит но не буду я возиться такая вот японская яшика фотоаппарат без особых особенностей следующий новый следующий вот нам попался фотоаппарат судя по всему это сделан в германии тоже немецкий судя по всему это широкопленочник судя по размеру да это широкопленочник размер кадра 6 на 6 6 6 на 6 кадр тут уже есть какие-то тоже настройки уже объектива вот так но это пока не работает ничего у нас но что вполне вот допустимо что не работает возможно для этого надо какие-то дополнительные действия предпринять ну так или иначе такой вот широкопленочник 6 на 6 у меня когда-то далекой молодости тоже был такой широкопленочный трофейный аппарат у отца с японской войны вот и я даже на него что-то снимал ну вот следующая такая вот моделька вот тоже как видите уже с экспонометром с объективом которому уже различные есть настройки это аква и уже аква color то есть это рассказать уже достаточно позднее модель 30-ти пилиметровой камерой как она открывается так она вот тут наверно открывается не знаю так не будем тогда ковыряться чтобы не тратить времени вот такой вот интересно это обратная перемотка это уже такой более современный аппарат ну так как мы с вами детального анализа не делаем то есть мы не ищем год производства просто просто смотрим на разные такие смешные фотоаппараты так вот это кодек значит уже такой кодек немецкого тоже производства ну как мы знаем немцы делали хорошие фотоаппараты вообще это оптика немецкая она очень то сказать славилась это немецкий кодек но совершенно такая обычная моделька все работает вот открывать я пока не придумал как его не будем поэтому ковыряться но я не думаю что это очень сложно вот такая вот моделька и да и экспонометр как видите есть непонятно где он стрелочка это экспонометр может быть внутри видоискателя но сейчас не будем разбираться такой вот тоже немецкий кодек вот уже такие побольше объективы чем у предыдущих моделей получше раз это регулировки различные диафрагмы выдержки как мы понимаем и расстояние так еще один фотоаппарат значит тут как бы тоже немецкого производства а вот вижу знак это значит аква у нас это аква классическая 35 мм модель уже видите объективы более совершенные надо сказать совсем беда у этого объектива плохо двигается но это неважно вот значит так перемотка тоже заедает но спуск работает так тут вот как-то открывается пока не знаю как и не будем возиться но и по размеру явно видно что это вот он как да вот он так по размеру совершенно явно видно что это такая классический 35 мм еще одна модель тоже аква но это тоже значит кстати надо сказать что в отличии от мыльницы у них корпуса металлические и аппараты достаточно тяжелые тоже такая ну простенькая аква вообще без затей у нее тоже простенький совершенно простенький как видите объектив вот но есть уже регулировки различные на объективе вот значит ну вот даже есть я так понимаю такой мини экспонометр вот здесь ну тоже не вижу что он реагировал на свет так сейчас проверим нет немножко реагирует но но очень плохо реагирует на свет экспонометр тоже уже наверно не очень в хорошем состоянии так ну вот еще одна мыльница вот нечто такое под названием бироквык так так тут написано ДТР то есть я так предполагаю что это фотоаппарат произведенный в германской демократической республике вот самый такой простенький так думаю я не уверен что это ДТР но так думаю что это ДТР ну вот у нас что-то не работает здесь спуск так значит задняя крышка открывается вот все здесь работает перемотка может быть ага но он без пленки не взводится понятно сейчас он будет работать вот здесь есть такое колесико вот если мы его покрутим значит у нас пленка его крутит обычно перфорации и тем самым взводится затор ну вот такой вот тоже про это легкий уже это уже похоже пластмассовый вариант такой легкий так вот кодек инстоматик 300 но судя по всему это вообще такая заходная как это у нас принято говорить мыльница ну состояние конечно совсем не очень заходная мыльница вот даже не не очень хорошо понимаю как это открывать наверное так да такая заходная мыльница где сделано непонятно вот может быть английская может быть и немецкая вот это пока мы не знаем потому что такой совершенно абсолютно простенький самый такой элементарный фотоаппаратик но тяжеленький то есть он металлический ну вот теперь у нас совершенно классическая мыльница английского производства сделаю в англии кодек инстоматик английская так сказать мыльница это пластмассовая так затвор работает перемотка работает вот и это абсолютная такая пластмассовая уже мыльница вот у меня есть целый набор этих мыльниц вот очень даже так сказать неплохой вот здесь вот какой-то датчик кстати понятно этот датчик он так вот фиксирует пленку а после опускается и не мешает ей проходить а так он взводится и фиксирует понятно вот такая игрушка пластмассовая я начал давайте у меня коллекция есть этих в свое время я купил целую коробку мыльниц как-нибудь я ее распакую вам покажу вот причем мыльниц много но они практически все оказались разные что интересно так еще акфа ну такая я бы сказал полупластмасса судя по всему тоже такая как бы мыльница самая простецкая вот даже видите как какие-то такие стоят кассетки рапид даже не знаю что это такое кассета рапид может быть с батарейками не знаю вот такие значит немецкие кассетки рапид с пленкой не могу ничего сказать какие-то контакты датчики удивительная штука вот такой вот изомат рапид аква немецкого производства простенький совсем простенький аппарат вот 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 ну почему-то затвор не работает вот невозможно что надо его развести нет затвор работать не хочет вот поэтому мы его откладываем в сторонку так и наконец последний в этой коробке тоже видите какой-то весь мусорный такой вариант тоже еще одна инстоматик 154 у нас уже был инстоматик 25 вот перед этим я посмотрел а это инстоматик 154 тут что-то было до ушло вот явно тут какие-то детали у нас не хватает вот но это тоже классическая такая мыльница где она сделана я не вижу немецкая или английская ну такая вот без особенностей мыльница работает она как-то не очень хорошо скорее всего это связано даже перемотка не крутится очень весьма вероятно что это связано с состоянием фотоаппарата что он весь такой вот замыленный фотоаппарат вот весьма грязный ну если почистить может быть он и заработает но он совсем простенький прямо мыльница мыльницей без всяких таких особенностей ну вот это у нас как бы был последний из того что мы с вами посмотрели фотоаппаратов сейчас мы их с вами сложим в коробочку уберем обратно и на этом значит как бы наша история с этой коробки закончится спасибо вам большое всего хорошего до свидания здоровья всем и благополучия до новых встреч до новых встреч